В Москве завершилась 14-я международная выставка-ярмарка «Сокровище севера. Мастера и художники-2019», в котором приняли участие порядка 400 делегатов из 25 северных регионов страны. Мероприятие каждый раз не только собирает большое количество участников, а превращается в зрелищное массовое многоцветное празднество. Делегация Ниньского округа вернулась с богатым урожаем дипломов, кубков и специальных призов. Егор Лаптандер – постоянный участник выставки-ярмарки «Сокровище севера». В этот раз самобытному артисту достался диплом и специальный приз имени Бориса Жиркова за преданность и верность традициям своего народа. Поездка удалась хорошо, все отлично. Думалось, что будет все хорошо. Ну, неудачно, думаю, опять поездка получится, но здесь все слаженно, четко, понятно и комфортабельно получилось. Думалось, что дети не должны подвести нас, взрослых. Дети не подвели. Благодаря их таланту и стремлению к победе, коллектив «Ханейка» занял первое место в номинации «Театральное представление». Мы как бы репетировали много, разминали, повторяли несколько раз. Участницы-мастерицы оформили экспозицию, центральной частью которой стали экспонаты Народного клуба традиционной культуры «Молне». На выставке были представлены изделия традиционной культуры, выполненные из сукна, кожи и меха, а также работы из рога оленя клуба «Белая кость». Впервые мы побывали с нашим клубом «Белая кость» на ярмарке «Сокровища Севера» и участник этого клуба привез диплом и спецноминацию за сохранение народного творчества в номинации изделия сувенирного промысла. Это Тайбарей Рашид. Выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России» – это традиционное ежегодное мероприятие, на которое собираются представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 25 регионов страны. Здесь именно площадка была создана с целью сохранения и развития традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов, их культуры, обычаев, традиций. И именно здесь они в полной мере могут показать свои таланты, свои яркие костюмы, песни, успешные, хорошие коллективы, которые сегодня трудятся на этих территориях. Итоги поездки участники подвели во Дворце культуры Арктика, где также обсудили планы на участие в выставке-ярмарке в следующем году.